Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универтв. И сегодня мы вам расскажем о том, как члены Международного научного совета ознакомились с ходом работы университета в рамках программы конкурентоспособности российских вузов ТОП-5100. Крупнейший международный педагогический форум соберется в Казанском университете буквально на днях. Мы вам расскажем о том, как научный журнал образования и саморазвития Казанского еще государственного университета получил второе дыхание, войдя в базу данного скопа с 2018 году, будучи уже в рамках Казанского федерального университета. В преддверии 90-летия выдающегося археолога Альфреда Халякова, чья судьба неразрывно связана с Казанским университетом, состоялась выставка в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. ТАССу полномочен заявить. Вновь и вновь мы повторяем эту фразу, поскольку ведущее информационное агентство России ТАСС разместил на своем сайте заметку о том, как ученые Казанского федерального университета разработали новый метод терапии рака перепрограммированными столовыми клетками. Казанский федеральный университет одним из первых принял участие в программе повышения конкурентоспособности российских вузов. Одним из условий этой программы является наличие Международного научного совета у каждого университета, участника этой программы. Целью же совета является выработка рекомендаций для международного продвижения, в данном случае речь идет о Казанском федеральном университете. Члены совета ознакомили с ходом работы университета в рамках программы конкурентоспособности, но более подробно мы об этом вам расскажем в нашем репортаже. С 15 по 17 мая члены Международного ученого совета КФУ знакомились с изменениями, прошедшими за год в ходе участия университета в программе повышения конкурентоспособности российских вузов ТОП-500 и готовили свои рекомендации. В составе Международного научного совета приняли участие Рудольф Гримм, физик, профессор университета города Инсбрук и Института квантовой оптики и информатики Академии наук Австрии. Роланд Оберханцли, геолог, профессор петрологии Потсдамского университета Германии, Института наук о земле, президент Международного союза геологических наук. Александр Варник, инженер-химик, профессор теоретической химии и химии информатики Университета города Страсбург, Франция. Марат Юсупов, биолог, руководитель лаборатории структуры биологии Института генетики и молекулярной биологии Страсбург, Франция. Андрей Алул, физик, профессор теоретической физики Южно-Парижского университета, Франция. Исаак Фрумен, научный руководитель Института образования НИУ Высшей школы экономики, Москва. Ну, две вещи произвелись, очень сильное впечатление. Первое, то, что отреставрировали уникальное здание и сохранили колорит этого здания. Это, конечно, меня впечатляет из общих таких соображений культурных, которые в Казани есть, и это мне очень приятно видеть, как сохраняются старые здания. Ну и потом эта функциональность, которая заложена в основе, она очень логична. Построен весь сюжет от больничной койки до вершин науки. Поэтому это очень приятно видеть, когда поэтапно можно обучать людей от фундаментальной науки, прикладной науки. Потом даже вот удивительно для меня то, что показали, как эксперименты делаются на животных, а потом уже только к человеку допускают студентов. Это приятно. А что можете отметить вообще о Казанском федеральном университете в целом? Впервые ли вы здесь или нет? Ну, я выпускник Казанского университета, поэтому мне очень приятно то, что университет процветает. И мне очень приятно то, что во главе университета стоят люди целеустремленные. И есть логика во всем то, что они делают. 17 мая состоялось 5-е заседание Международного научного совета Казанского федерального университета. Ректор Ильшат Гафуров объяснил Международному научному совету стратегию развития университета. Уважаемые коллеги, уважаемые члены Международного научного нашего совета, прежде всего я очень рад всех вас приветствовать в этом уже достаточно знакомом для вас зале. Вы уже имели возможности в течение последних нескольких дней, кто-то день, кто-то полдня, кто-то двадцать дня здесь ознакомиться с теми изменениями, которые произошли после нашей с вами последней встречи. И когда я говорю даже последняя встреча, она тоже у каждого разная, но официальная встреча Международного совета была в 17-м году. Если говорить о педагогическом образовании, который изначально, как вы знаете, мы думали, нас потянет вниз, дальше мы сделали его приоритетным и подготовку учительских кадров, здесь в рейтингах мы всегда размещаемся так, где-то мы первые, высшая школа МГУ, где-то высшая школа МГУ мы, так вот эта тройка в стране, она постоянно, но ни высшая школа, ни МГУ не готовит учительские кадры на уровне бакалавриата. В основном они занимаются исследованием в тех или иных областях. Вот из тех, кто готовит учительские кадры реальные для школ, ни один педагогический университет, либо классический университет там в этой предметном области близко не стоит. И это сегодня стало таким общепризнанным фактором, за что мы вот и аналогичное движение с нуля практически пошло по медицинским наукам. Вот по ряду направлений мы здесь, те, кто участвует в проекте 5.100 и высшая школа экономики, мы, МГУ, опережают чисто медицинские университеты. Это говорит о том, и первый медицинский, и второй медицинский, и сам петербургский, и другие по международным рейтингам стоят ниже нас, особенно в предметном рейтинге, если говорить там о науках о жизни. Это говорит о том, что по сути-то мы правильное направление для себя ведем, и самое главное, какие бы специальности новые не были, учитель и медик, наверное, нужны будут всегда. На самом деле у нас достаточно большое количество разных предложений от частных инвесторов, но действующее наше законодательство не всегда напрямую разрешает им это делать. В частности, вот клиники, то, что говорилось, мы собираемся с одной из крупнейших наших компаний строить новую клинику, точнее новый кампус для клиники, там почти под 10 тысяч квадратных метров, но вот сейчас решаем вопросы, каким образом это юридически оформить. Поскольку наша клиника еще находится в центре Казани, здесь тоже есть ограничения по высоте застройки, по согласованию, эти все этапы, они, ну, ни одного дня, к сожалению, даже при наличии ресурсов. Инвесторы тоже хотят быть убежденными, что это, они не пытаются что-то получить, это просто прямое спонсорство, даже не инвестирование, это прямое пожертвование на университет. К большому сожалению, на сегодняшний день мы еще не имеем даже параметры госзадания на научные исследования. Обычно мы это всегда получали в первом квартале, в начале даже первого квартала. И сегодня вот мы финансируем за счет собственных ресурсов университета более 400 наших ученых, которые занимаются вот в основном именно фундаментальными исследованиями, находясь, работая многие в опенлабах и так далее. Денег по ППК, там чуть более, ну пусть около 500 миллионов, и, конечно, критически не хватает. Хорошо, что мы в свое время осуществили в большом объеме, оснастили эти наши лаборатории. Сегодня в основном деньги должны идти на заработную плату, расходные материалы. И это нас вынуждает выбирать, ну, скажем так, более экономичные и более с точки зрения требований программы 5 ТОП-100 более эффективные направления. Понятно, можно сказать, что те исследования фундаментального характера, которые сегодня проводятся, там через 5-6 лет отдадут лучшую отдачу. Возможно, но программа оценивается, к сожалению, периодом всего один календарный год. И результативность нас требует, таковы правила игры. Хотя мы неоднократно и вот с ректором высшей школы экономики выступали, чтобы программа принималась как минимум на 3 года. Почему на 3 года? Потому что бюджет Российской Федерации принимается с прогнозом как раз этого лага времени, то есть трехлетнего. Прекратила действие программа Фарма-2020. Стоимость этой программы тоже была почти 700 миллионов рублей. Тогда еще доллар не был таким высоким. И на сегодняшний день, вот Марат Рашидз говорил о результатах. По сути, мы 8 лекарственных препаратов провели доклинические исследования, но два препарата мы сегодня выходим на клинику. Ну, а как дальше жить? Значит, опять вопрос открыт. Практически мы наши инвесторы на нашей площадке и на этой площадке будет создано опытное производство. Стоимость этого производства, она небольшая, но в мерках европейских для нас это сумма ощутимая, порядка 6 миллионов евро. Значит, они, эта компания ставит оборудование и дает нам доступ использовать это оборудование и в качестве пилотного. Но мы определяемся по времени, поскольку вся инфраструктура здесь, мы взаимозависимы, они располагаются на нашей территории, вся инфраструктура была нами подготовлена, вплоть до чистой комнаты там созданы. В связи с проблемами, связанными с федеральным финансированием научных исследований, Ильшат Гафуров отметил, что лаборатории, созданные в качестве ответа на глобальные вызовы, не закрываются даже в случае отсутствия ожидаемого результата. Сами лаборатории и сотрудники перепрофилируются на другие цели, при этом высококвалифицированные кадры сохраняются. Рекомендации совета будут изложены в протоколе заседания и положены в основу обновленной стратегии развития КФУ. Изменившиеся условия внешней среды требуют пересмотра дорожной карты. Об этом уже говорилось на заседании ректората университета. Соответствующим распоряжением ректора определен порядок защиты дорожных карт по отдельным подразделениям. Крупнейший международный педагогический форум соберется в Казанском федеральном университете буквально на днях. Мы не в первый раз рассказываем вам уже об этом предстоящем форуме в силу нескольких причин. Во-первых, Казанский федеральный университет входит в топ-101-125 лучших вузов мира по педагогическому образованию. Во-вторых, международный педагогический форум проводится в университете уже в пятый раз, собирая с каждым годом все больше и больше участников. В-третьих, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации разместило на своем сайте информацию о форуме, что само по себе уже подтверждает весьма высокий уровень мероприятия. К тому же надо сказать, что мировой кризис образования коснулся всех стран из всех континентов. Кадровый голод учителей повсеместен. Усугубляется кризис и социальным расслоением во всем мире. Это коснулось даже, казалось бы, благополучных западных стран. Ученые всего мира ищут пути и решения выхода из сложившейся драматической ситуации. И в этом контексте подходы и решения Казанского Федерального Университета оказались весьма интересными для многих в науке, что и мотивирует приезд большинства ученых из ведущих университетов мира в Казань. Можно сказать, что крупнейший международный педагогический форум становится все более престижным в научном мире событием, площадкой для обсуждения насущных проблем мировой педагогической науки. О том, какие спикеры, какие ученые приедут на форум, расскажет в своем сюжете Диана Шилова. Ученые со всего мира с 28 по 31 мая в пятый раз приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Пятый год подряд Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета под эгидой Российской Академии образования и Министерства образования и науки Российской Федерации на самом высоком уровне проводит ставший традиционным форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. Международный форум по педагогическому образованию является крупнейшим событием в области подготовки учителей в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве. И я думаю, что это один из ключевых моментов продвижения нашего университета в области «Эдюкейшн». Так известно, мы входим в число 125 лучших университетов мира в этой области, занимаем первую позицию не только в России, но и в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве. И это еще раз подчеркивает важность нашей работы, в том числе тех исследований в области подготовки учителей, которые проводят казанские ученые. В 2015 году на первом международном форуме по педагогическому образованию было 100 участников, 6 из них – иностранные ученые. Сейчас на форум было подано более 600 заявок. Именно столько ведущих ученых и практиков из 200 российских и 70 зарубежных вузов приедут с 28 по 31 мая в Казань. Мы ждем более 600 участников, которые зарегистрировались для участия в форуме. Среди них более 100 зарубежных ученых, которые представляют 30 стран мира, в том числе представляют ведущие университеты мира, такие как университеты Оксфорда, Аризоны, Дублина и ряда других. И все это говорит о том, что та задача, которую мы ставили перед собой, это создание моста, наручного моста между российскими и учеными в области обмена лучшими практиками, подготовки учителей. Эта задача выполнена. И сейчас мы надеемся, что наш форум действительно станет одной из самых крупных площадок в мире по научным исследованиям в области педагогического образования. Всего в рамках пятого международного форума по педагогическому образованию будут работать три секции, на которых в качестве спикеров выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Аризоны, Глазго, Дрездена и других престижных университетов мира, входящих в сотню лучших вузов мира по данным рейтинга QS, которые отмечают то, что международный форум по педагогическому образованию из года в год увеличивает свою значимость в мире. Я второй раз на данном форуме. Я была здесь в прошлом году. Это замечательная возможность собраться людям из разных стран, в том числе и России. Россия очень большая страна с множеством регионов, очень интересно послушать их мнение о работе с детьми. Казанский федеральный университет очень гостеприимен. Они пригласили меня. Я встретил нескольких профессоров и вчера выступил с докладом, который был очень хорошо принят публикой. Проблема, о которой я говорил, педагогическое образование 21 века с особым упором на социоэмоциональное обучение. Так что я ожидаю продолжения совместной работы и создания множества новых связей с людьми здесь, а также связи между США и Россией. Я был очень впечатлен вчерашним днем. Конечно, сегодня я не смог увидеть оставшийся форум, так как я готовлю сессию публикации. Но думаю, что КФУ-институт достойны большой похвалы. В числе спикеров давние партнеры и участники Международного форума по педагогическому образованию. У нас будут уже коллеги, которые приезжали на предыдущие форумы. Но есть и совершенно новые спикеры. Но первоначально я, конечно, скажу несколько слов о тех, кто является нашим давним другом и сотрудничает с КФУ в течение уже нескольких лет. Прежде всего, это Иэн Мэнтер. Очень известный в Европе специалист в области педагогического образования. Я бы сказала, что это самый крутой специалист в области подготовки учителей, поскольку он редактирует множество монографий, посвященных подготовке учителя. И он в курсе того, каким образом меняется педобразование и какие основные тенденции развития педобразования на сегодняшний день есть в мире. Еще один участник, вернее, это участница, это профессор Мария Тереза Тату. Она приезжает из Аризонского университета Соединенных Штатов Америки. И мы с ней вместе под ее редакторством совместно с Иэном Мэнтером как раз подготовили и уже вышло из печати в крупном лондонском издательстве «Блумсберри Академик» монография, посвященной как раз подготовке учителя. 12 стран участвовали в этой монографии. И Тереза Тату тоже одна из руководителей вот этого проекта Всемирной ассоциации исследований в области образования. Вообще она очень известный специалист в области подготовки учителей математики. Много исследований у нее как раз в этой сфере. Среди участников и спикеров будут не только знакомые многим лица, но и новые приглашенные участники, которые расскажут о нынешней системе их образования. И в этом году во второй день у нас будет выступать во-первых, профессор высшей школы экономики, академик РАО Виктор Александрович Болотов. Человек, который стоял у истоков модернизации педагогического образования в нашей стране, он начнет второй день нашего форума и будет говорить об основных проблемах, которые стоят в педобразовании в России и каковы возможные пути этого разрешения этих проблем. А вот две других коллеги, они как раз будут рассказывать о том, каким образом осуществляется адаптация молодых учителей в их странах. Прежде всего, это Мануэла Келлер-Шнайдер, это наша коллега из Тюрихского педагогического университета, и она будет рассказывать о том, как вот эта так называемая индукция, индукшн, адаптация молодых учителей организована в Швейцарии. И второй спикер у нас в этот день это Элизабет Уиндл, которая является проректором университета в Нижней Австрии, и она тоже педагогический университет, и она тоже будет говорить о проблемах молодых учителей и каким образом выстроена система поддержки сопровождения молодых учителей в Австрии. Мы еще раз напоминаем, что ведущие российские и зарубежные ученые приедут в Казань с 29 по 31 мая, чтобы обсудить актуальные проблемы школьного образования и подготовки учителя. В конце мая в Казани состоится традиционный пятый международный форум по педагогическому образованию развития профессиональных компетенций учителя, основные проблемы и ценности. На него приедут свыше 600 ведущих ученых-педагогов из России, США, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля и многих других стран. В качестве спикеров на форуме выставят представители университетов Оксфорда, Дублина и других известных вузов. Всего в форуме примут участие представители 140 университетов России и 75 зарубежных университетов из более чем 30 стран. На форуме будут подняты вопросы актуальной проблемы подготовки будущего учителя в педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. В рамках работы форума состоятся четыре крупных международных научно-практических конференций. Непрерывное педагогическое образование новой концепции технологии, молодой педагог, адаптации и профессиональное становление, исследовательски ориентированное педагогическое образование, идеи Януша Корчика в подготовке будущего учителя. В рамках программы форума также пройдет семинар молодых педагогов в формате «Чич-МИД», обмен лучшими практиками и инсайдами, неформальные встречи молодых учителей Казани, международный научно-методологический семинар «Мигранты и школы», состоится презентация проектов профессионального развития учительских кадров в международной школе «Бала-Сити». Форум позволит усилить научно-методологическое обеспечение подготовки современного учителя в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, даст педагогам из разных стран возможность ознакомиться с передовой практикой педагогического образования, обменяться учебными технологиями, материалами, опытом работы. Напомним, что в 2018 году Казанский федеральный университет вошел в число 125 лучших университетов мира в предметной области образования по версии британского издания «Tines Higher Education» по числу публикаций в области образования в базах данных «КОПУС» и «Web of Science» по цитируемости научных исследователей и материально-техническому информационному оснащению учебного процесса КФУ занимает первое место в России. Университет сегодня является одним из трех крупнейших центров подготовки учителей в России и реализует новую модель университетского педагогического образования, вотникшую в результате объединения вузов различных типов. Из 46 тысяч студентов более 9 тысяч – это будущие педагоги, обучающиеся по программам всех уровней и по всем предметным областям современной школы. Такое внимание к проблемам образования у нас в Казани не случайно, и поэтому хочется процитировать слова ректора нашего университета – Ильшата Гафурова. Роль университета в мире подготовки школьных учителей неуклонно возрастает. Это одна из ключевых задач и для Казанского федерального университета, деятельность которого демонстрирует глубокий подход к образованию тех, кто будет обучать будущее нашей страны. В продолжение темы педагогической науки хотелось бы вспомнить весьма драматичную судьбу научного журнала образования и саморазвития Казанского еще государственного университета. Журнал начал издаваться в 2006 году. После образования Казанского федерального университета были проведены в журнале достаточно серьезные кадровые перестановки. По признанию координатора проекта «Диссернет» Лариса Мелехова и руководство университета еще до замечаний со стороны «Диссернета» выявило 11 случаев плагиата в статьях, опубликованных до 2009 года. И взялось за очищение журнала. Можно было бы просто закрыть журнал и начать с чистого листа, создав совершенно новое издание. Но руководство университета решило иначе, вдохнув в него вторую жизнь и очистив от старого шлейфа. Ник Ражби, ученый из Великобритании, в 2015 году был приглашен в качестве главного редактора журнала. Как профессионал. Несколько лет упорной работы редакции и журнал входит в базу данных «Скопус» в 2018 году. Журнал Казанского Федерального Университета образования и саморазвития является одним из 25 журналов, которые входят в базу данных «Скопус». Провели большую работу по трансформации журнала в свете международных требований, потому что перед нами сейчас ставятся другие задачи – получить международное признание, международную известность. И для этого нам нужно свое издание, которое бы транслировало наши достижения за рубеж. И в прошлом году наш журнал был включен в реферативную базу данных «Скопус». С 2006 года журнал ежеквартально издается Казанским Федеральным Университетом и был основом Валентином Андреевым, членом Российской Академии образования, доктором педагогических наук, профессором КФУ. В 2016 году вольное сетевое сообщество «Дисернет» признало журнал Казанского Федерального Университета образования и саморазвития одним из слабейших в своем направлении. Но еще до выкидывания журнала из баз Казанский Федеральный Университет встал на путь исправления. Сначала они совершенно без нашей просьбы выгнали всех диссероделов, участников липовых защит, фигурантов нашей базы. Кроме того, мы там нашли 11 случаев плагиата и вот этот англичанин рассказывал на конференции, как он разбирался со всеми этими случаями, как они все это будут ретрагировать. Правда, после доклада мы подошли к нему и сказали, что случаев уже 18. Он ответил, что очень рад появлению новых кейсов, что будет проверять дальше за 2018-2019 годы. Вот такая работа сложная, долгая, но она возможна. На данный момент главным редактором журнала является приглашенный профессор Казанского Федерального Университета Ник Ражби, который более 20 лет являлся редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. В настоящее время в России не более 10 журналов в области педагогики, которые включены в реферативную базу данных скопус. Все они очень разные по своему уровню, направленности. И я убежден, что наш журнал имеет свою нишу. И то, что мы сейчас имеем очень большую востребованность, имеем очень большой пакет публикаций, которые проходят через рецензирование, готовятся к публикации под руководством одного из наших со-редакторов, британского исследователя Ник Ражби, говорит о том, что наш журнал приобретает все больше популярность. Еще раз напомним, что на данный момент журнал образования и саморазвития Казанского Федерального Университета выпускается ежеквартально и входит в базу данных скопус. Поэтому вызывает особый интерес не только у российских ученых, но и зарубежных. Мы после модернизации журнала печатаем 8, максимум 9 статей в одном номере. Это 4 номера в год. И мы приняли решение, что публиковать, поскольку это журнал международный, и он не должен быть местечковым и печатать только статьи ученых Казанского Федерального Университета, мы приняли решение, что половина статей будут статьи наших коллег на английском языке, наших коллег из-за рубежа. Вторая половина, то есть следующие 4-5 статей мы тоже делим пополам. Половина из них, получается 25% журнала, это статьи наших коллег из России, тоже печатаются у нас из Московского Педагогического Университета, из Уральского, из Южного Федерального Университета. То есть желающих опубликоваться у нас много, но и 2 или 3 статьи печатают наши коллеги, коллеги из нашего университета. На данный момент в месте журнала образования и саморазвития направлены на интеграцию Казанского Федерального Университета в мировое образовательное и научное сообщество, а также вхождение в перечень базы журналов Web of Science. В преддверии 90-летия выдающегося археолога Альфреда Халикова, чья судьба неразрывно связана с Казанским университетом, открылась выставка в музее Николая Ивановича Лобачевского, Казанского Федерального Университета. В открытии выставки принял участие ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Альфред Халиков, напомним, советский и российский историк, археолог, профессор, доктор наук. Родился 30 мая 29-го года в деревне Курманаева Нурлазского района в семье учителей. 24 июля 1994 года ушел из жизни. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1966 докторскую. Написано более 500 научных работ, в том числе более 30 книг. При его активном участии созданы заповедники в Болгарии, Белярске, Елабуге и Казанский Кремль. С 1957 года и до последнего дня преподавал в Казанском университете. Казанский Федеральный Университет отпраздновал Международный день музеев. В музее Лобачевского открылась школа юного археолога. Здесь же начнет свою работу выставка к 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова, одного из создателей Казанской археологической школы. Открытие выставки посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сегодняшний день замечательный еще тем, что мы с вами открываем выставку. Можно, наверное, так и назвать имени. Хоть вы и сказали, это посвящено всем археологам. Почему? Потому что имени Альфреда Халикова, всего имени, связаны жизнь по сегодняшний день всей нашей практической археологической науки. Экспозиция была представлена как в виде фотографий, рассказывающих о жизни ученого, так и в виде экспонатов, обретенных во время археологических экспедиций. В подготовке выставки приняли участие десятки специалистов и сразу несколько музеев Татарстана. То, что выставка открывается именно здесь, в университете, наверное, тоже знаково, потому что он являлся и выпускником нашего университета, и почти всю жизнь преподавал в нашем университете. Поэтому все наши сегодняшние таланты, археологи, они по сути могут, наверное, так или иначе, либо являются прямыми его учениками, либо могут быть сподвижниками его и считать его своим учителем. С 1968 года до конца жизни Альфред Халиков преподавал в Казанском университете. Под его руководством сформировалось несколько поколений археологов. Мы с вами и беляры совершенно другие сегодня имеем, и и булгары другие, и сиярс другой, да, и вообще тренд вот памятников истории, три из которых по праву сегодня пополнили список ЮНЕСКО. Они стали масштабироваться в нашей республике, и это стало местом притяжения, и это стало уже экономической составляющей. То есть объекты истории из чисто затратной части пошли доходную часть экономики нашей республики. Ученый являлся одним из инициаторов создания археологической карты республики Татарстан. Ему принадлежит инициатива создания музеев-заповедников в Беляре и его округе, Казанском Кремле и Елабуге. Я впервые с именем Африата Хасаныча встретился, когда работал в Елабуге, и мы каким-то образом искали доказательную базу под празднование или под юбилей тысячелетий. Именно в его работах были первые найдены тогда посылы, а потом уже его ученики в результате раскопок иных исследовательских работ имели достаточно полную доказательную базу. Материалы экспедиций, хранящиеся в разных музейных собраниях и архивах, впервые представлены на новой выставке в Казанском университете, которая проработает до 30 июня 2019 года. Ведущий информационное агентство России ТАСС опубликовал на своем сайте информацию о том, как ученые Казанского федерального университета разработали метод терапии рака перепрограммированными столовыми клетками. Надо сказать, что в университете разные группы ученых работают над интенсивной терапией рака со своими разными подходами. Мы вам рассказывали уже в апреле о том, как группа ученых под руководством директора научно-образовательного центра фармацевтика Юрия Штырлина разработала препарат, я повторяю, препарат, повышающий эффективность терапии рака. Препарат прошел успешные испытания на животных, нужны только клинические испытания на больных. В продажу он поступит в 2024 году, что, в общем, ну не так уж и далеко. Ведущий информационное агентство России ТАСС, о котором мы сейчас вам будем рассказывать, говорит о том, что ученые Казанского федерального университета разработали метод, я повторяю, метод, новый метод терапии рака, перепрограммированный столовыми клетками. Группа ученых работает под руководством директора научно-клинического центра института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета созданные в НОЦ фармацевтике КФУ в сотрудничестве с акционерным обществом ТАТХИМФАРМ препараты. Научная группа работает под руководством ведущего научного сотрудника НОЦ фармацевтика Казанского университета Юрия Штырлина. В рамках выставки Казанский федеральный университет представил добавку, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака. Принцип действия таков, что этот препарат ингибирует активность так называемых ABC-транспортеров. Эти транспортеры, их активность приводит к тому в раковой клетке, что они выкидывают из раковой клетки физически любые ксенобиотики, то есть, например, молекула лекарственного соединения, которая попадает внутрь раковой клетки, она распознается этими рецепторами и выбрасывается наружу из клетки. Тем самым эффективность всех лекарственных препаратов для терапии рака, ну практически всех, она резко снижается. И вот наш препарат, он, собственно, блокирует активность вот этих обратных транспортеров, то есть рецептор, в который выкидывают молекулу лекарственного соединения из клетки. Информационное агентство ТАСС опубликовало статью о том, что ученые научно-клинического центра, презентационной и регенеративной медициной КФУ разрабатывают метод лечения рака перепрограммированными стволовыми клетками. В общем-то, как программисты, отчасти переписываем генетический код клетки. То есть у клетки есть геном, это жесткий диск, условно говоря, а мы можем вставить дискетку с дополнительной генетической программой и изменить работу генетического аппарата клетки таким образом, чтобы она сама производила нужные лекарственные препараты. Подобный метод направлен на точечное воздействие на пораженные клетки и минимизацию ущерба для здоровых органов и тканей. Стволовые клетки участвуют в росте кровеносных сосудов, питающих опухоль и создают в организме благоприятные условия для деления раковых клеток при развитии метастаз. Это означает то, что они могут выступить в роли троянского коня и разрушить раковое образование. Мы комбинируем, мы и запускаем процесс самоуничтожения в опухолевых клетках и стимулируем иммунную систему на то, чтобы она начала узнавать эти опухолевые клетки и используем естественную способность стволовых клеток организма, как ракета с самонаведением, находить даже самые мельчайшие очаги метастаза опухоли и доставлять наш бойзаряд в эти очаги. Уже были проведены первые испытания, которые говорят об эффективности нового подхода в уничтожении клеток нейробластомы и меланомы. Следующим этапом будет уже расшифровка более глубокая молекулярных механизмов противоопухолевой активности. Ведь мы исследуем не влияние только одного фактора, а сразу нескольких факторов, а значит это потребует и более серьезного анализа на молекулярном уровне. В 2020 году ученые планируют протестировать препарат на лабораторных животных. Итак, уважаемые телезрители, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Если вы хотите посмотреть наши программы в записи, то вы можете это сделать, посетив наш сайт. Сделать это на самом деле совершенно несложно. Набирайте в Яндексе или Гугле студенческий телеканал «Универтв» и нажимайте на ссылку. И вот вы уже на главной странице сайта телеканала «Универтв». Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова